Брестский Республиканский Союз Молодежи существует не просто так. За все время своей работы активисты-волонтеры сделали немало хорошего. За последние пять лет в особенности. В связи с коронавирусной инфекцией активисты БРСМ развернули масштабную кампанию поддержки пожилых и одиноких людей. Ведь именно этим категориям граждан всегда нужна особая забота. Объединение строит свою работу на пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, приобщение молодых людей к благотворительности и волонтерству. В нашем городе их работа ведется ежедневно. Волонтеры БРСМ заботятся о молодых людях, попавших в сложную жизненную ситуацию, и детях из неблагополучных семей. Они всегда являются активными участниками и помощниками при проведении различных благотворительных акций, городских мероприятий и соревнований. Немаловажную роль играют творческие и интеллектуальные конкурсы, например, международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства «Королева весна», который каждый год раскрывает новые таланты брестской молодежи. А за развитие интеллект отвечает республиканский молодежный инновационный проект «Стоидей для Беларуси». Его цель – активизировать инновационное мышление молодежи и привлечь ее к решению задач социально-экономического развития страны. Немаловажен и момент непрерывного обучения волонтеров и членов Союза. Недавно мы брали уроки по языку жестов, чтобы разговаривать с людьми, у которых есть такая особенность. И были в школе специальной, где нас обучили, как общаться с людьми, у которых проблема со слухом. Волонтеры, которые находятся в нашем волонтерском отряде, больше хотят взаимодействовать с людьми, просто чтобы видеть их улыбку. Потому что самое важное, чтобы человек улыбался, тогда и здоровье будет в порядке, и комфортно будет себя чувствовать. На 36-й отчет на выборной конференции отчет держал первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ Александр Зорин. Основной повесткой мероприятия было подведение итогов деятельности организации за 2017-2021 годы. Что важно, были отмечены не только успехи и выполненные задачи. Акцент был сделан на нерешенные вопросы. Сегодня у нас на самом деле есть динамика, динамика роста организации, сегодня у нас есть динамика в хорошую сторону, динамика трудоустроенных молодых людей в течение пятилетки. Сегодня мы видим, что те мероприятия и акции, которые были в 2017 году, они немножко, наверное, некоторые не дожили до сегодняшнего дня, но они преобразились в абсолютно новые современные мероприятия. Выступающие на собрании секретари первичных организаций в своих докладах также поделились успешными результатами проделанной работы у себя на участках, которых собралось немало. Благодаря их успехам Брестская городская организация стала лидером в общем количестве трудоустроенных ребят. Победителем за лучший студенческий отряд стали ребята также из Брестской организации. Молодежные отряды охраны правопорядка не раз становились победителями областных и республиканских конкурсов. На этом все члены организации, конечно, не планируют останавливаться. Планы намечены, дальше больше. Движение вперед есть, видно действительно прогресс в разных направлениях, как я говорил уже, волонтеры, мопы и численность организаций. На следующую пятилетку это работа с активом, проведение союзных мероприятий, наведение порядков первичных организаций, поиск новых инициатив, именно чтобы были первичные организации. Также у нас будут новые направления деятельности, которые будут и уже определены на съезде нашего Союза молодежи. И согласно этих направлениях деятельности мы будем двигаться дальше, больше и лучше. На заседании пленума был переизбран первый секретарь. Единогласно было принято решение о назначении на новый срок Александра Зорина. Продолжение следует...